Всем привет, друзья! Вы на канале Мобильный Мир и сегодня мы с вами разберем игру, в которую каждый из вас наверняка играл в своей обыденной жизни. Но я не думаю, что многие из вас играли в эту игру на своем смартфоне. Игра это шашки. Сегодня мы будем разбирать конкретно вот эту игрушку. Показываю именно скриншоты с Play Market, потому что, как вы понимаете, на Android шашек и шахмат очень-очень много от разных разработчиков, с разной стилистикой. Есть классический, есть мультяшный, есть какие-то страшные. Всяких разных шашек очень много. Мне понравился именно этот вариант, о котором я хочу вам сегодня рассказать. У него есть несколько особенностей, которые лично меня очень сильно привлекли. И начнем мы с графики. Казалось бы, иногда я не обращаю внимания на графику, когда говорю о каких-то AAA проектах и серьезных 3D играх, но здесь я решаю внимание графике уделить. Почему? Объясняю. Потому что шашки и шахматы это игра, в которой очень важна атмосфера. Это очень спокойное, размеренное времяпрепровождение, в котором хочется созерцать, ощущать. Поэтому люди так любят всякие шахматы из слоновой кости. Шашки, домино, нарды, ручной работы. Вот это все, короче, людям очень нравится и мне в том числе. Шашки, о которых мы сегодня говорим, сделаны именно в атмосферном стиле, как будто это действительно скевоморфично. Вот. Если кто не знает, что такое скевоморфизм, смотрите Яна Топлиса. Или не смотрите. Когда ты играешь в шашки с такой графикой, тебе не возникает желания побыстрее оттуда слинять. Эти шашки, они навевают ощущение спокойствия. У меня очень давно такого не было ни в одном приложении, ни в одной игре, чтобы я хотел долго прям там провести время, и что мне совершенно спокойно. Вот. Игрушка чисто на вечер. Но это все инфантилизм меня как обзорщика, так что на это не стоит особо обращать внимание. А вот на что стоит обратить внимание всерьез. Так это на сложность. Я играл исключительно в русские шашки. Здесь есть много вариантов. Но я играл исключительно в русские. Потому что, ну, мне понятны правила. Не хочу ничего изучать. И русских вполне достаточно для того, чтобы скоротать вечер. Играя в русские шашки, на легком уровне сложности мне казалось, что здесь вообще делать нечего. Играть абсолютно скучно. Ты просто сидишь, тыкаешь куда-нибудь, и искусственный интеллект самостоятельно ошибается на благо тебе. На среднем уровне сложности уже иногда кажется, что ты начинаешь проигрывать. И ты иногда даже проигрываешь по собственной глупости. Допускаешь маленькую ошибку, и она руинит абсолютно все, что ты делал до этого. И это уже становится достаточно интересным процессом. Но самый огонь начинается на высоком уровне сложности. Сколько я играл в эту игру, ни разу у меня не получилось победить. Я сразу себя вспоминаю 13-летним парнем, который сидит на даче, играет со своим дедом в шашки и ни разу не может победить. И вот сколько раз я садился с ним играть, у меня никогда не получилось выиграть, вот даже когда он поддавался, грубо говоря. Ни в карты, ни в шашки, ни в шахматы. И здесь я ощущаю ровно то же, какое же умное все-таки устройство. Смартфон, умный телефон. Но он правда умный не потому, что он умный, а потому что он умнее меня. Так что да, одно из самых главных особенностей шашек, о которых мы сегодня говорим, это их трудность. На высоком уровне сложности это очень серьезный челлендж. При этом это не просто серьезный челлендж, это еще и атмосферный челлендж. А еще, если мы отбросим тот факт, что мало кто знает другие шашки, кроме русских, здесь есть большое разнообразие для того, чтобы освоить другие способы. Я, например, только в этом приложении узнал, что вообще существуют тайские шашки, что американцы играют, оказывается, в шашки. Я, честно говоря, думал, что они только в регби играют, такие все едят. Ну что ж, друзья, сегодня у нас был такой короткий и задорный обзор, как раз в преддверии новогодних праздников, чтобы вы коротали вечера с добрыми, прикольными головоломками. В частности, шашки это действительно интересная головоломка. И несмотря на кажущуюся простоту геймплея, если можно так выражаться, то на самом деле здесь очень много хитростей. Так что играйте, расслабляйтесь, наслаждайтесь. Конкретно эти шашки мне понравились. Если у вас есть свои какие-то головоломки интересные, обязательно пишите их в комментариях. Возможно, я ознакомлюсь и, возможно, выпущу обзор. Готовьтесь к праздникам, наслаждайтесь жизнью и будьте счастливы. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои замечательные комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. А мы с вами увидимся очень скоро. Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok